Добрый день! В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария» в студии Альберт Корцаев. В начале коротко о главных темах выпуска. Более миллиона рублей похищено, пять уголовных дел возбуждено. Оглашены результаты прокурорских проверок управляющих компаний и ТСЖ Республики, где коммунальщики воруют больше всего. Казнить нельзя помиловать. Очередные изменения в уголовной исполнительной системе, за что теперь будут давать реальные сроки. Вкусная, сдобная, а теперь еще и по новым технологиям. Так сколько же она стоит, буханка заводского хлеба? Совет Федерации поддерживает ужесточение наказания за покушение на журналистов. Об этом на специальном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, сообщает Пресс-служба Верхней Палаты. По словам Торшина, за последние пять лет преступления против журналистов зафиксированы в 66 регионах России. Свобода слова, подчеркнул он, одно из основополагающих прав человека, закрепленное Конституцией. И применение насилия в отношении журналистов следует рассматривать как посягательство на конституционные основы нашего государства. Это вызов обществу и государству, заявляет Торшин. Он отметил, что поддерживает инициативу общественной палаты ужесточить 144 статью Уголовного кодекса, предусмотрев наказание за покушение на жизнь журналистов в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Ранее эти поправки уже рассматривались Госдумой, но были отклонены. Тема безопасности журналистов стала активно обсуждаться только после убийства нашего коллеги, ведущего новостей ГТРК Кабардино-Балкария Казбека Гикиева. А вот в отношении тех, кто оступился впервые и совершил преступление небольшой тяжести, государство готово рассмотреть возможность административного, а не уголовного наказания. С этой инициативой намерены внимательно ознакомиться депутаты Государственной Думы, пишет сегодня информагентство. Неотвратимость наказания должна работать, но если есть возможность перевести нетяжкие преступления, совершенные впервые в административную плоскость, и это не будет для общества опасным, то законопроект следует принять, подчеркивает, в Нижней Палате. Тем более, идея эта не нова. Такая статья существовала в Уголовном кодексе еще Советского Союза. Более 400 молодых граждан Кабардино-Балкарии из числа демобилизованных заключили контракт на продолжение службы в рядах российской армии. Это предварительные итоги года, отмечают в Республиканском военкомате. Набор еще продолжается. Какие требования предъявляют к кандидатам в солдаты, как знает Наталья Булат. Требования к кандидатам на контрактную службу жесткие. Сначала отбор проходят в военкоматах, на местах, затем в учебных центрах. Напомним, решением Минобороны к 2017 году укомплектованность личного состава российской армии контрактниками должна достигнуть 50%. Главным критерием является уровень образования, здоровья и возраст до 40 лет. Военными комиссариатами проводится с данным гражданином, желающим служить по контракту в следующем мероприятии. Это проверка уровня его физической подготовленности, проверка его медицинского состояния, здоровья. Также проводится с ним комплекс мероприятий для установления профессионально-психологического состояния данного человека. После всех этих мероприятий, когда мы увидим, что гражданин мы годим по всем критериям для службы по контракту, мы оформляем личное дело и отправляем его для службы в воинские части. Те, кому повезет, направляются в учебные центры, где они пройдут 6-недельный курс интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания и получат воинскую специальность. В республиканском военкомате отмечают у контрактников хорошая заработная плата. Это тоже немаловажный фактор. Зарплата контрактников в Министерстве обороны и внутренних войсках на сегодняшний день составляет порядка 30 тысяч рублей. Это как бы первоначально рядовой, потом в зависимости, если он получает звание в течение службы и по мере выслуги лет, естественно, какие-то набавки появляются. И в 2012 году, сегодня по состоянию, на сегодняшний день мы отправили порядка 450 человек уже в воинской части Министерства обороны и внутренних войск. Большинство у нас идет во внутренние войска, но это связано с тем, что у нас на территории Кабардино-Балкарии части Министерства обороны практически нет, я бы так сказал. А части внутренних войск, все знают, что на Альчике 20 есть, это большая крупная часть и напротив республиканского ОГАИ. Проходить службу контрактники будут в соединениях в воинских частях Южного военного округа. Сейчас республиканский военкомат ведет набор в воинские части Чеченской республики. Наталья Булацов, Аргириев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. Законность в сфере ЖКХ, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это заявление генпрокурора России Юрия Чайки прозвучало на деловом завтраке в российской газете. По его данным, только за 9 месяцев текущего года служителям Ефемиды выявлено более 160 тысяч нарушений. Чаще всего это необоснованное завышение тарифов, предоставление услуг ненадлежащего качества, плохое содержание и эксплуатация коммунальных объектов. Прокурорские проверки, проведенные в Кабардино-Балкарии, тоже обнаружили немало нарушений. Правда, год от года их становится все меньше, говорят контролирующие органы. Если в прошлом году их было более сотни, то в этом их количество снизилось до 80. В основном нарушения касаются нерационального расходования средств, поступающих по программе реформирования ЖКХ. Кроме того, нарушается порядок отбора подрядных организаций, подготовки и документации для проведения конкурса и другие. Самой активной мерой борьбы с произволом в сфере ЖКХ, по мнению надзирающего ведомства, является привлечение к уголовной ответственности. По итогам прокурорских проверок по всей стране сегодня расследуется 470 уголовных дел. По Кабардино-Балкарии только по факту хищения прокуроры возбудили пять уголовных дел. Три из них уже направлены в суд. Мы выявили там факты хищения на сумму более 800 тысяч рублей при проведении ремонта многоквартирного дома. Был установлен факт оплаты работ, которые не были выполнены. И уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц местной администрации Баксанского района и в отношении предпринимателя, который должен был выполнить работу по ремонту многоквартирного дома. Перед прокурорами сегодня поставлена задача не просто добиться ответственности от всех виновных. Необходимо обеспечивать возмещение причиненного ими вреда государству и гражданам. Главное, принцип неотвратимости наказания, считают представители ведомства. Кроме того, необходим жесткий общественный контроль. Только тогда можно устранить лазейки для злоупотребления в сфере ЖКХ. Полсотни наград на выставках в России и за рубежом. Прохладницкий хлебокомбинат в этом году очередной раз стал победителем агропромышленной выставки «Золотая осень». Правда, в отличие от урожая медали, зерно нынче не уродилось, поэтому и цены на него растут с каждым днем. Чтобы удержаться в ценовом коридоре, необходимо внедрять новые технологии, считают на хлебзаводе. Недавно здесь ввели в эксплуатацию расстойно-печные агрегаты. В итоге затраты снизились, условия трудоработников улучшились, а хлеб стал вкуснее. В этом лично убедился наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Хлеб Петровский. Вот мы поправляем, чтобы он был ровненький, 100 тонн хлебобулочных и 3 тонны кондитерских изделий в сутки – это максимальная мощность прохладненского хлебозавода. Год назад предприятие возглавила новый директор Наталья Дубко. Одной из проблем, с которой она столкнулась, был сбыт произведенной продукции. Сегодня в клиентской базе, помимо полутора десятков торговых точек в республике и за ее пределами, школы, детсады и горбольница. Хлеб всему голова, говорит издавна народ. Но через какие трудности и испытания приходится проходить ему, пока он не займет свое почетное место. Тем более сейчас, когда масса объективных, субъективных причин резко влияет на количество, качество и, естественно, на цену зерна. И когда Россия, скажем, в этот неурожайный год не добрала почти два десятка миллионов тонн пшеницы. Цены на зерно растут с каждым днем. Хлебопеки оказались между двух огней. С одной стороны, дорожающее сырье, с другой – болезненная реакция населения даже на небольшое повышение стоимости буханки. По ценовой политике мы тоже незначительно ниже частных предпринимателей. Я вообще стараюсь держать стабильно цены, особенно на городской хлеб, который является продуктом первой необходимости на сегодняшний день. Поэтому я стараюсь держать цену на городской хлеб. Нет таких повышений, как вот я ездила в Минводы, там повышение хлеба составило в 2 рубля. У меня оно составило 50 копеек, потом рубль. Пекари жалуются. Почти 70% стоимости хлеба съедают тарифы на коммунальные услуги, налоги, заработная плата. Но выход есть, считает хлебопеки, причем не требующий увеличения объемов производства зерна. Это технологическое переоснащение. Средства на модернизацию на единственном в республике государственном хлебозаводе изыскали еще в прошлом году. Новые тестоделители, растойно-печные и упаковочные агрегаты приобрели уже в этом. Обошлись они в полтора миллиона рублей. Входит предприятие и в Российскую ассоциацию штрих-кодов, в котором теперь сопровождается вся продукция. За ее качеством зорко следят в заводской лаборатории. Мы делаем упор на традиционный способ приготовления хлеба, булочных изделий. Именно не используя различные добавки, а традиционной, традиционной русской технологии. А когда на Руси делали в древности хлеб, там не было никаких картофельных болезней. Поэтому мы делаем упор именно на это. Стараемся поменьше добавлять всяких добавок, которые нежелательны для здоровья человека. Прохладинский хлеб по достоинству оценен давно. Итогом работы за этот год стала золотая медаль 14-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Уже 45-я по счету. Чтобы выдержать конкуренцию на рынке, приходится постоянно работать над расширением ассортимента. Набираем новых людей, увеличиваем количество людей, потому что в зависимости с увеличением ассортимента трудоемкий, процесс очень трудоемкий. Молодежь стараемся обучать непосредственно. О том, что такое кадровая текучка, на заводе уже забыли. Более того, профессия хлебопека зновь становится мужской. Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария. Компенсация учителя на приобретение методической литературы не меньше 20% минимального размера оплаты труда. Это одна из поправок в закон об образовании, которые Госдума сегодня рассматривает во втором чтении. Всего же поправок почти 1700. В их числе требования ограничить число детей в группе детского сада и школьном классе до 20 человек. Есть предложения и по ЕГЭ. Одна из поправок говорит о том, что литературу сдавать в виде тестов недопустимо. Контроль должен идти в виде сочинения или устно. Для истории и общества знания возможны варианты. Тестовая часть и устная. Также депутаты предлагают закрепить в законе четкое соотношение оплаты труда педагогов и средние зарплаты по экономике. К примеру, зарплата преподавателя вуза к началу 2013 года должна составлять 100%, уже к сентябрю 150%, а в 2015-м превысить среднюю по экономике в два раза. Ожидается, что поправки появятся и к третьему чтению, но в любом случае закон об образовании депутаты рассчитывают принять в этом году. В Терском районе занялись проблемой уличного освещения. После мониторинга работы системы электроснабжения муниципалитет принял решение увеличить число светильников во всех, без исключения населенных пунктах. К реализации идеи подошли с толком. Лампы установили энергосберегающие, на светодиодные заменяет и уже действующие. Поставщиком стал завод телемеханика. По предварительным подсчетам, это снизит расходы на оплату потребляемой энергии в несколько раз. Светильники устанавливаются возле всех объектов социального и культурно-бытового значения при въезде и выезде из населенных пунктов. Коммунальные службы уже заменили или установили новые энергосберегающие лампы в сельских поселениях района почти на три четверти. Закончить работы полностью им поручено до конца года. Для жителей республики в эти дни открылся загадочный мир снов. Нальчикское издательство Марии и Виктора Котляровых выпустило в свет первый балкарский сонник. Автор книги – простой школьный учитель из далекого горного села Эль-Тюбю, Исхак Газаев, оставил после себя 15 рукописных школьных тетради, в которых содержалось большое количество трактовок с наведением. После смерти Исхака сестра Шарипа взялась за осуществление задуманного брата, подготовила книгу к печати и принесла материалы в издательство. Это сонник, носит общий человеческий характер, но в то же время он привязан к нашей земле, к земле Балкарии, вообще к земле Кабардино-Балкарии. Подготовка к выпуску книги была долгой и кропотливой. Потребовался знаток балкарского языка. На помощь издательству пришел доктор филологических наук профессор Мусаки Тинчиев. Он осуществил редактирование текстов и перевел их на русский язык. Трактуя сны, Исхак опирался на труды известного арабского ученого Абу Баира. Толкование больших снов. Виктор Котлеров считает, что по причине своей национальной оригинальности соннику предстоит долгая и востребованная жизнь. В Москве завершился чемпионат страны по паратэквондо. В нем приняли участие спортсмены из Кабардино-Балкарии. Дебют наших бойцов оказался более чем удачным. Двое ребят, Ахмед Шакуев и Аскер Атласкиров, стали призерами соревнований. И Ахмеду, и Аскеру добиться столь значимого успеха помог их молодой тренер Амир Ахметов. Нашим тэквадистам пришлось провести по три боя, прежде чем взойти на педестал. Шакуев завоевал серебро, а Атласкиров – бронзу. Паралимпийский спорт начали развивать совсем недавно. С ребятами работаем не более года. И уже достаточно неплохой результат они дали. И, конечно, спасибо большое Министерству спорта. Он поддерживает. Шакуев по результатам соревнований включен в состав паралимпийской сборной России, которая в апреле будущего года выступит на чемпионате Европы. И уже в Нальчике сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья могли проявить себя и в интеллектуальных видах спорта. В столице республики стартовала всероссийская спартакиада по шашкам и шахматам. Организаторы в перспективе планируют ввести в перечный дисциплин спартакиады и подвижные игры. За будущими гроссмейстерами наблюдал Осман Казаков. В санатории Эльбрус сегодня здесь собрались юные шахматисты и шашечники из шести регионов страны. Столицу Кабардино-Балкарии для проведения спартакиады выбрали не случайно. Именно в Нальчике в следующем году пройдет чемпионат России по этому виду спорта. На официальном открытии соревнований участников приветствовали представители Министерства спорта страны и Кабардино-Балкарии, а также городской мэрии. Ребята в течение нескольких дней будут состязаться в различных дисциплинах, в их числе нарды, дартс и не только. Мы планируем проводить паралимпийский вид спорта боча, это новый в России вид для колясочников. Это, скажем так, шахматы на полу. То есть дети играют мячами, очень похоже на бильярд. То есть они сидят на стульях или в колясках и пытаются докинуть мячик до центра. Тамбовская, Самарская, Пензенская области, две от Ямала-Ленецкого автономного округа, юность Москвы, а также сборная Москвы и Кабардино-Балкарии. Всего семь команд. Три участников входят в российскую молодежную сборную по шахматам среди инвалидов. К этим играм ребята готовились основательно нынешней игры предстартовая площадка чемпионата России. Соревнования проводятся по круговой системе. Каждая команда играет с каждой командой. В команде три человека. И по каждым доскам тоже будет определен победитель. Помимо спортивных баталий, ребят ждут экскурсии на Чиемские водопады и Голубые озера. Завершится Спартакея до 25 декабря. Осман Казаков, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. На этом наше эфирное время подошло к концу. Следующий выпуск программы в 17.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok